В прошлом году количество ДТП с участием детей увеличилось. Зарегистрировано 5 случаев. Чаще всего аварии происходят из-за того, что школьник переходит дорогу в неположенном месте, либо сам водитель из-за невнимательности не дает преимущества пешеходу. Правила для того созданы, чтобы жизнь оберегать детей. Дети многие ходят не по пешеходному переходу, перебегают дорогу, что крайне нельзя делать перебегать. Потому что когда ты бежишь, машины могут тебя не заметить и сбить просто. Поэтому нужно переходить аккуратно и смотреть по сторонам, чтобы не было машин. Сотрудники ГИПДД провели мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием школьников. Детям напомнили, где нужно переходить дорогу и рассказали простые правила безопасности. Чтобы безопасить детей на дорогах, необходимо проводить индивидуальную работу, то есть как со стороны родителей, в первую очередь, то есть объяснять ребенку основные требования к правам дорожного движения, раздел 4 обязанности пешеходов. В первую очередь необходимо обратить внимание на применение световозвращающих элементов. Это актуально в осенний и зимний период, когда световой день уменьшается. Нужно позаботиться о безопасности и школьника-пассажира. Дети до 12 лет должны перевозиться в специальных креслах либо с удерживающими устройствами. Беспечным родителям грозит штраф – 3000 рублей. Ежемесячно сотрудники ДПС и ГИПДД проводят в школах лекции, напоминают детям правила дорожного движения и раздают светоотражающие значки. Руслан Душевский, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.